Добрый вечер! Ростислав, Денис и Михаил. А невеста у нас Ольга. Здравствуйте, проходите. Ольга, 38 лет. Разошлась с гражданским мужем 7 лет назад, но с тех пор не подпустила к себе близко ни одного мужчину. Ольга – риэлтор в агентстве недвижимости. Гордится сыном и дружескими отношениями с бывшим мужем. Мечтает побывать в США. Признается, что в момент депрессии не отвечает на телефонные звонки. Ольга никогда не позволит себе серьезных отношений с мужчиной, который провожает взглядом каждую юбку. Своим избранником видит красноречивого, честного трудоголика, для которого семья является главной ценностью в жизни. Скажите, вы 12 лет прожили с мужчиной, даже ребенка от него родили? Да. А почему не расписались? Потому что он не предложил за 12 лет, собственно. А чего не просили? Вы знаете, у меня какой-то свой внутренний принцип, я никогда не просила. Прекрасная была бы очень. Да, интересно. Брюнетка такая, да, жгучая? Жгучая брюнетка. А отношения были хорошие? Очень хорошие. Старше вас? Он не намного старше меня. Угу. И ребенок был желанный? Вы знаете, мы, если честно, не планировали беременность. Я родила достаточно рано. Сколько вам? Мне было 21, только исполнился 21 год. Я была молодая мама, скажем так. Познавала все это. А если он не был старше вас, вы говорите, что он прям был таким учителем, и ребенка воспитывал, и вас, и научил одеваться, и причесываться, и вообще быть женщиной? Он научил меня больше, чем быть женщиной. Вы знаете, он меня научил в отношениях разговаривать. Это очень важный момент. А вы были знакомы с его родителями, друзьями, роднёй? Конечно. А ребенка он признал в графе сына? Конечно, конечно. То есть все, кроме того, что у вас не стоял штамп в паспорте? На фотографии она выглядела более рыжей, похожей на мою бывшую девушку, поэтому я ее выбрал. Скажите, Оль, а чья была идея перебраться в Санкт-Петербург? Идея была его. Ну, честно говоря, с ним я бы поехала куда угодно. Вы поехали? Поехали. Он вас устроил достойно? Достойно. Он вообще мужчина, на которого можно было положиться во всем на протяжении многих лет. Я его знаю в этом году, получается, 20 лет, как мы с ним знакомы. Зачем ему нужно было возвращаться в Барнаул, откуда он уехал? И подолгу? Что это за командировки были? Первое время, вот два года так продолжалось, но это была договоренность, общая договоренность. Мы знали. Когда узнали, что он вам изменяет? И как? Сначала смс-ки, потом мне, в принципе, рассказали. Но это же даже не интуиция, это вам уже кричали. Кричали, кричали. Есть такой момент, и я сама понимала где-то это в душе. А вы уже давали ему вопросы? Или боялись района? Знаете, я боялась. Жизненные случаи бывают разные, конечно. Можно человека и по смс, и по электронной почте уличить в каких-то изменах. Но не всегда то, что пишется, является реальными изменами. А вот эти женщины, которые у него появлялись, они в вашу жизнь не вторгались? Вы знаете, я никогда не задавала вопросов, не задавала имен. Хотя мне рассказывали, кто был, сколько это продолжалось. Ну, это со временем, собственно, узнаётся. Но я свекровь, при вашем таком характере, он бы даже не скрывал, он бы сказал, конечно, Оля, а в чём проблема-то? Нет, скрывал бы. А свекровь что, знала? Знала. И что она говорила? Ну, она... Кто-то ему такая, да, чтобы... Нет. Моему мальчику, а что? Она просто... Мне не сообщали. Вот как-то так жалели меня, думали, что не узнает. Нет, они вас не жалели, они вас не уважали. Может быть. Все вместе. А потом муж вообще предложил вам что? Давай, говорит, поживём отдельно. 12 лет прожили. А он просто, он сказал, я должен побыть один, ты не против. А то надорвался, наверное. Я, честно говоря, очень переживала. Ну, вы сказали, конечно, нет, вы же привыкли с 12 лет всё съедать. Вы знаете, я сказала, конечно, да. Что вы не против? Ну, я понимала, что безвыходная ситуация. Ну да, ради ребёнка меня могла бы простить, конечно. Ну, ради ребёнка она, конечно, должна... не просто могла, она должна и обязана. Это женщина, которая должна сохранять очаг. Вот он уходит. И уходит, да. И живёт прекрасно. Помогает вам с сыном? Да, ну, на ребёнку он... А теперь моя любимая глава. Называется «Дура, дура, дура я, дура я проклятая». Есть такая глава. Скажите мне, пожалуйста, милая, чем же объяснить? Вот он ушёл, такой растекуя, оставил вас с ребёнком. И вы на протяжении скольких лет у вас никого не было? Семи? Семи. А почему? Не то, чтобы никого не было совсем. Нет, вообще. Ну, никак близости к телу нет. У меня есть какие-то свои правила. Конечно, уважаемые. У вас мужчина, любимый. Ну, есть такой момент. Сын, и вот этот вот, пока я не скажу, я в конце программы скажу, кто он. Мало того, ему вот стрельнуло прийти к вам, допустим, пообидать или поужинать. А куда пойти к дуре, к дуре, к дуре, к той, к дурочке проклятой? Я это позволяю. Честно, я готовлю. И за дустыном повидался? Ну, да. А вы на готове, в красивом платье, реснички подкрасила, и вот она я. Всё в надежде, да? Честно говоря, в какой-то момент, я не знаю, сколько времени прошло, но я начала понимать просто, что... Он не вернётся никогда? Он сам мне об этом сказал. Он пожелал мне счастья, я пожелала счастья. А он зачем эту тропинку к вам протоптал-то? Пожратенький любит вашу еду вкусную? Ну, не то чтобы там, я не знаю, насколько она вкусная. Коль, самой от себя не тошнит вот от такой? Нет. Нет? Не хотели однажды просто встать в позу и сказать... Вы знаете, иногда хочется. Так, это не столовая номер семь, дорогой. Хочешь видеться с ребёнком, значит, давай сейчас определимся. У меня есть я, я моя личная жизнь, и ты мне просто мешаешь. Я такого никогда не могла себе позволить сказать, а я нет. Ну, возможно, она вот участием в этой передаче хочет разбудить в отце своего ребёнка новые определённые чувства. Скажите, дорогая, а если бы вот, допустим, он увидит вас в программе, какая вы красавица и умница, бросится вам в ноги и скажет, Олечка, прости за всё, я правда был дурак, вот сейчас прости, но есть, Евдрёк. Вы знаете, слишком много было прожито. Да, а вы знаете, что вот по каким-то таким необъяснимым причинам ваш муж изъявил желание сегодня прийти, посидеть здесь рядом с вами? Не может быть. Да. А зайдите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Здравствуйте. Привет. Спасибо. Роза, это вам. Спасибо, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну и очень скромно для Варисы. Спасибо. А тебе в горшке. Спасибо, да. Моя любимая Света. Садись. Извините. Ну что? Это очень неожиданно. Ну это вообще, да, интересно. Это все это такое. Это бывший муж. Это не что такое. Он и так, он очень много для нее значит. Да, я не терплю никакого багажа. Юрий, классная у вас жена. Жалко, что бывшая, да и не жена. Не страшно, что кому-то другому сегодня достанется? А я уже подумал, что если отдавать Ольгу, то только в хорошие руки и только так. Потому что абы как я и сам ее себе оставлю, а в хорошие руки не жалко. Очень хочется. Приехал сюда выдавать свою бывшую жену. Но это тоже некрасиво. Я не считаю это хорошим поступком. Скажите, а вы в курсе, что она из-за вас, из-за того, что вы так себя бестактно ведете по отношению к своей бывшей женщине, не может устроить свою личную жизнь? Вот эти вот ваши походы. Посидим, покурим, я волосы распущу. Обедик заодно. Ну вы ей не даете жизни. У вас все хорошо. Вы прекрасно выглядите. У вас личная жизнь. А Ольга все ждет, бережет себя. Вдруг вы когда-нибудь, вдруг что-нибудь, и вы вернетесь, а Ольге кто-то есть или кто-то был. Я буду только рад за Ольгу, если так будет. А почему не отпустили до сих пор? Уходи, уходи. Нет, нет. Послушайте, Юр, ну вы же не сейчас, как подросток себя не ведите. Уходи, уходи. Вы же давно поняли, что она не ваша женщина? Давно. Поэтому не женились, правда? Ну, да. Ну, а почему бы так взять и не сказать? Оля, перестань тешить. Я люблю Зину, Раю, Валентину, кого угодно, только не тебя. Устраивай свою жизнь, малышка. Сыну буду помогать, а ты мне не нужна. Что это за такая нежность дружеская? Это забота. Сын еще несовершеннолетний, помогать надо. А что, не взяли его к себе подростка, который также, судя по всему, относится к маме, как и вы, как вы научили. У него пример такой. Женщину уважать не надо. Да нет, я Ольге не один раз давал понятие о том, что она абсолютно свободна в своем выборе и может в любой момент. Ну, ты же по-разному можешь сказать. Это правда. Это правда. Обоедая и хваляя ее пампушки с борщом. Вкусно, конечно. Жалко, что этот борщ кто-то будет есть другой. Нет. Хотя я хочу, чтобы ты устроила свою личную жизнь. И так, как, ну, раз, и нечаянно слезу смахнул свою гадскую, лживую и фальшивую. Ай, так же тоже можно. Так и было так не один раз. Здесь, мне кажется, просматривается нежелание найти нового, вернуть и узаконить то, что было прожито и нажито. Ходите зачем все эти годы? 12 лет. Чего вы там забыли? У меня там сын. И что? Забрали бы к себе и сказали бы, Оль, выдохни, блин, оторвись, найди себе кого-нибудь, а сын пока поживет со мной. Или там баба ваша очередная мешала. Сын тоже это такой человеческий фактор. Сын Ольга знает, что он от мамы... Да он и говорит, что никому не надо. Вот мама, пускай обслуживает меня. Никаких детей еще от будущих, собственно говоря. Прямо копия вы. И я так думаю еще, что он и будет против, чтобы вы замуж вышли. Да, против. Я буду за. А вы подогреваете, возьмите себе... Я буду за. Ну, если она ему не нужна, то мы ее завоюем. Хорошо. Она твоя, Васислав. Я думаю, мы попробуем завоевать ее сердце. Конечно. Ну, что это за конкурент? Ты о чем? Оля, а что, прям позовете, правда, бывшего на свадьбу, если что? Конечно. Я приду. Правда? Конечно. Чтобы что? Чтобы унизить еще того мужчину, который вот сейчас прямо уже бьется для того, чтобы вас вытащить? Нет, я не хочу никого унижать. Я думаю, нужно искать компромиссы. Давайте тогда. Какой компромисс? Какой вы компромисс предложите своему мужу? Своему будущему мужу? Наверное, я за Ольгу отвечу. Если будет достойный, найдостойнейший человек, то... Ну, не вам судить. Это ваше какое собачье дело? У меня... Ну, так получилось. У меня не будет ни обид, ни претензий, если своей попадется без меня. Вы даже ей не муж. Вы вообще никто. Вы... Даже не сожитель. Вы биологический отец ее ребенку. А вы ей никто. Вы никакой не муж. Вы им никогда не были. Вообще не имеете права на Ольгу. Вы ей испортили жизнь. Вы хотя бы это осознаете? Нет, это неправда. Ну, нет. Ларис, это вот даже Ольга скажет, что жизнь ее только улучшилась, а никак не ухудшилась. Ничем. Да, образование получили. А почему вы не женились на Ольге? Ладно, давайте тогда. Вот этот вопрос я хотела возможно задать. А почему не женились на Ольге, если вы... Все у вас так было, Мармелад, но все так хорошо. Почему не женились? Она же ребенка вам родила. И ничего от вас не хотела. Малости только. Уважение. Мы с Ольгой не один раз обсуждали вопрос по поводу свадьбы. А вы как обсуждали? Оль, ты же понимаешь, что я на тебе не женюсь никогда? Не было такого вообще никогда. Мы обсуждали даже детально какие-то вещи. Оля, делал предложение, Юра? Предложение не делал, но мы обсуждали свадьбу. Послушайте, вот сидит искренний, честнейший человек и говорит, не делал он мне предложение. Я говорю, не делал, нет. А тогда что вы обсуждали? Обсуждали возможную свадьбу. Свадьба и предложение это разные вещи. Можно, нет, послушайте, обсуждать свадьбу, не делая предложение. Но можно так. Ой, я вот была у Роски на свадьбе. Давай пообсуждаем ее. А когда обсуждается совместная свадьба, то до этого ударится плюшевое колечко и говорится, Лилек, иди за меня, милая. И в ЗАГ завтра. Да. И свадьба у нас там 15-го. Так вот почему не женились-то? Просто причина. Причина были оба молодые на тот момент, когда уже получилось, что сын должен появиться. И, в общем-то, меньше думали о свадьбе, больше думали о том, что у нас семья будет полноценная. А можно, например, без свадьбы, да? А просто, чтобы штамп в печи. Ну, для женщины это важно, чтобы штамп стоял в паспорте. Мне кажется, это для многих людей не важно. Это для вас не важно. Для многих людей. Для непорядочных мужчин. А для женщины важно. Важно, Оль? Это важно. Конечно, важно. Конечно. Вот, поэтому самое большое, что вы можете сделать, и самое лучшее для Ольги – исчезните. Какая она обладательная. И какие у нее... Давайте просто вот отвечайте на вопросы, да, без вот этих. Вот мы уже поняли, что вы добрейшей души просто ангель с ангельским терпением человек. Да, страшно. Да, страшно. Другого, другого, да. Кто переломал вам хребет, и в какое время, и в каком возрасте? С бабичонкой была, потому что... Нет, а мама с папой кто? У меня нет мамы. А-а-а. Кто воспитывал? Нет, просто мамы нет уже какое-то время. Юра воспитывала, Ларис. С 18 лет Юра воспитывала. А вам сколько было? Вы расстревали ее с 17 лет. Давайте фотоархив посмотрим. Давайте. Воспитывали вы. И так и есть. Оля, если хочется плакать, плачь, дорогая. Вам хорошие алименты платят, Юра? Ну, мне хватает на содержание... Нет, алименты хорошие и хватает. Это две разные вещи. Вы понимаете, у нас своя договоренность определенная. Ну, то есть вас все устраивает? Не платит алименты он. Нет, почему? Или зарплату он приносит? Нет, зарплату я сама получаю. Послушайте, ну что здесь такого вот сказать, если... Он скажи, что нормально помогает. Конечно, помогает. Да. Остался год. Да? Сыну 17. Сыну осенью 18. И все, дорогая моя. И вы уже можете не рассчитывать. А там только совесть Юрия. Помогает дальше институции? Лариса, совесть Юрия будет помогать, даже если она будет за богатым мужчиной замужем. Все равно Юрия будет помогать всегда. Сыну. И ей. А ей зачем? Нет. Лучшая помощь, это знаете, как маленькие дети, когда говорят, лучшая твоя помощь не мешать мне. Она должна полюбить очень и очень от души, от сердца, чтобы забыть своего бывшего. Тамара, скажи, пожалуйста, что это за звезды так вот легли? И вот этой вот девочке замечательной. Вот они так и легли. Весы и восходящий узел. Весах человек, который не мыслит себя без брака, и в то же время трудно его найти. Весы без партнера не могут жить, поэтому они прощают все до последнего и терпят все. И придумают, там брак это не было, тамар, брак это так и не было, за что держалось? Так вот послушай, партнер, благодаря Венере в деве, человек всегда подстраивается под партнера. Если он вот такой, то он ему прощает многое и становится таким, как партнеру нужно. Если партнер другой, то она с удовольствием будет пользоваться его щедростью. То есть есть шанс? Конечно. Мне понятно. Проходите, знакомьтесь с первым женихом. Удачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чё молчи? АПЛОДИСМЕНТЫ АТОМРИ! 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, решил с вами прийти и познакомиться. Спасибо. Проходите, будем знакомиться. Ростислав, 37 лет. Юрист в департаменте транспорта. Любит путешествовать автостопом, занимается шахматами и плаванием. Мечтает открыть бизнес-отель на берегу океана. Признаётся, что излишне педантичен. Предупреждает, что не любит девушек с татуировками. Знакомство Ростислава с девушкой-фармацевтом в аптеке было очень многообещающим. Но кроме разочарований ничего не принесло. Уверен, что с Ольгой у него всё получится. Здравствуйте. Какое красивое имя, Ростислав. Что это за варежки вы принесли? Можно вам сначала цветы подарить. Можно. Спасибо большое. Вами пахнут цветы вашим парфюмом. Спасибо. Хотел бы подарить перчатку. Надежду, что вы разделите моё хобби катания на горных лыжах. Но если не умеете, я вас научу. Спасибо большое. Он как-то замкнулся, да? Да. Когда увидел, заклинивая. Может быть, он был влюблён? Любовь с первых взглядов? Я думаю, я должна одеть. Нет, не обязательно. Десятекло. Ну, я хочу. Хорошо, пожалуйста. Ростислав, садись, пожалуйста. Не раздражает Юрий здесь? Ну, просто я не вижу в нём конкурента, поэтому... Молодец, молодец. Ай, молодца. Пятёрочка, зачёт. Правильность. Повода для борьбы нет. Я тоже не собираюсь ни с кем бороться за Ольгу. Поэтому, в общем-то... А чем пришёл, спрашиваешься, да? Я не рассматриваю вообще никаких прошлых взаимоотношений. Для меня человек, идущий, входящий в новую дверь, прошлую жизнь должен оставить за дверью. Что за девушка-фармацевт на вашем пути попалась? На моём пути попадаются исключительно хорошие, лучшие девушки. Знакомство произошло случайно. Я зашёл в аптеку не за гематогеном. За презервативами. Да. Ну что, а что, шли на вечеринку, правильно? Да, да. Зачем, он сказал, не за гематогеном. А я не поняла, зачем. Ну, за астерином. Ну что? Увидел очаровательную девушку, и она мне очень сильно понравилась. И сказал, тогда лучше гематоген. Почему он как-то не уверен в себе? Не уверен. Мне кажется, он скрывает. Я никогда. У тебя уверенность гораздо больше, чем у него. Да, конечно, с меня где-то. И чем у этого, кстати, бывшего. А вы почему не делали ей предложение, если у вас так всё было мармеладно? Она хотела, чтобы я стал гражданином Белоруссии, а московскую квартиру на белорусскую менять не хотелось. Может быть, она, зовя его в Минск, хотела, чтобы он в ответ позвал её в Москву. Потом вы хотели детей, а у неё была вот такая незадача. Как только она переставала принимать противозачаточные таблетки, ну, это её версия, у неё лицо покрывалось прыщами, правильно? Ну, да. Гормональные препараты улучшают кожу, поэтому она вот противозачаточные употребляла, и поэтому у нас... Она их до гробовой доски собиралась кожу беречь? Да. Ну, по-видимому, не хотела, чтобы... Именно с вами. Нет, пока я не куплю квартиру в Минске. Прощи, не пройдут. Да. Как ты считаешь, как тебе реакция её на неё? Я считаю, что он такой же мёртвый, как её бывший муж. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция. Свидание наедине. Бегом просто на свидание, бегом. Я даже вам разрешаю две минуты вместо в одной. А вот, Олег, а вы женаты? Разведём. Ну, как же тебя так угораздило-то? Я не думаю, что так всё плохо. Ну, может быть, всё не так плохо, но в жизни не бывает случайных людей, и каждый человек — это, может быть, мессия на жизненном пути, который идёт тебе навстречу, готова протянуть руку помощи и помочь... Я согласна. Я готова изменить свою жизнь. Я иначе бы не пришла сюда. Вон, он же приходил наверняка, прямо уж я поверила. Ну, конечно. В ни в коем случае. Да прямо, ага, да-да-да. Я клянусь здесь, перед камерой, что я не ходил и не собираюсь ходить. И то, что вы думаете, что я там пользу на таком поводке держу, никогда, нет, да? У меня принцип, я к бывшим женщинам никогда не предстою. Вот живозёр, а? Зачем? Действительно. И да она в своих там ждала всё. Умерла так умерла? Нет, нет, нет. Вы что, вы что? Нет. Нет, он подъедал просто. Помогал и подъедал, может быть, и всё. Но не приходил, это точно. Ну, это вообще тогда, вообще, изуитская какая-то пытка. Она что, взорваться должна, что ли? Роза, мы приехали в Питер 10 лет назад. У неё до сих пор в Питере нет подруг, родственники все на Алтае остались. Есть сын, есть я. Ну, а кто виноват в том, что у неё никого нет? А я должен подруг ей в Питере найти или мужчину в Питере? И вот сюда и то я убедил Ольгу приехать. Не она приехала. Так ваш сыночек не даёт? Не хочет, чтобы она... Так я его к себе, знаете, сколько раз звал? Так, да, по-прежнему. Я его постоянно к себе зову и на выходные, и пожить. И уезжаю отдыхать с ним, и отправляю её с ним отдыхать, когда там нужно. Ну, он к маме привязан больше. Так, Роза, сейчас, извини, не в службу, а вдруг, скажи, чтобы они подольше там задержались. Ага, давайте-ка, сейчас я с Юрием, пока её нет, пусть они подольше задержатся. Ага, 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 скажи минуты три-четыре-четыре здесь поговорить. Ну, вы слишком долго идёте, Роза. Вы пока не выходите, сидите. Пока не позовём. А ну-ка, ваша версия теперь. Почему на ней не женились? Всегда понимали, что она не ваша женщина? Да. Давайте уже честно, сейчас мы вдвоём, пока без неё. Да, не всегда, но понимал. С определённого времени понимал. А что в ней не хватало вам для вашей женщины? Ну, наверное, харизма, энергетика другая. На всё была готова? Всеядная? Мало-мало надовольствовалась? Скучно, неинтересно? Ну, наверное, скорее, ну... Такая рабская любовь. Больше авантюризм какой-то в женщине, правильно? Чтобы она была более открытая, разноплановая. Абсолютно, потому что Венера в Козероге, с одной стороны, это постоянство, а с другой стороны, вот этот Марс в Трельце в Пятом доме, это, конечно, авантюрное чувство. Там, а пусть своими словами сейчас пока... Подождите, рвутся уже. Скажите, пожалуйста. Ну, а почему не отпустить? Почему сюда пришли? Что на вам, дочка? Мы много раз вот разговаривали за эти 7 лет. Я говорю, Оль, пожалуйста, дай мне спокойно жить. Потому что были ситуации, когда... Цепляется гирей? Я еду с женщиной с другой на машине или в магазине где-то, и случайно она видит, что я проезжаю на машине с другой женщиной или в магазине. Всё, после этого истерика. Я с сыном не могу видеться месяц, два, три. Всё, так другой оборот. И что? Она говорит, вот тебя видела с бабой, сына не увидишь, да? Ну, примерно так. Было и не один раз. Первые года два точно. Ага, то есть рисовывается, что вы жертва. А вы ей говорили, что я тебя не люблю, оставь в покое. А она в покое не оставляет. Вот именно. Она так больше того, ещё и сын, в принципе, её словами два года со мной рассказывает. У меня один раз на перекрёстке, я останавливаться на сисофоре, начал из машины выпрыгнуть, убежал. Потому что мама вот сказала, что у папы есть чужая, другая женщина. То есть у мамы маниакальное желание вас вернуть и что вы ещё будете рядом? Ну, я думаю, что она у неё, наверное, только-только начала заглухать или глохнуть, или не знаю, там как, буквально, вот, может быть, год последний. То есть это она вас душит вот этой своей любовью? Душит бесконечно. Поэтому я понимаю теперь, почему вы пришли? Для того, чтобы уже её отдать в хорошие руки? Хорошие, добрые руки, Ларис. И всё. Хорошие, добрые руки. Роза, зови. Больше? Подождите, Роза, одну секунду. Секундочку подожди, Роза, не зови. Я не хочу вот за глаза говорить про Ольгу, но она всё равно это увидит. Было даже, знаете, как, несколько лет назад Ольгой было сказано, что попробуй только, если там с кем-то, с какой-нибудь, ну, женщину там на букву Ш назвали, там, заканчивается на лава, да, попробуй только с какой-то шалавой там завести ребёнка, я тебе жизни не дам. А я хочу ещё отцом стать. И вот последние лет 5-6 я не могу нормально свою личную жизнь устроить. Всё, теперь я поняла. Я не могу свою личную жизнь устроить, я удивляюсь вообще тому, что вы мне начали променять. Ну вот вы ищите, вот. Идите. Я извиняюсь, конечно, что я про Ольгу наговорился. Нет, но послушайте. Но я не могу, потому что в мой адрес, ну, совсем несправедливо всё здесь звучало. Виктор. Ростислав, проходите. Мужсюрприз. В глубокой деснине Дарьяла, где роется Терекс в омгле. Старинная башня стояла на чёрной, при чёрной скале. В той башне, высокой и томной, Ольга царица жила, Как ангел небесный прекрасна, как демон коварной зла. Десятку. Спасибо. Проходите в свою комнату. А где эмоции? Эмоций нет никаких. Где эмоции, скажи мне? В психике считается эмоциями, даже плакать. Тут мне сорока на хвосте принесла, что это вы Юру в покое не оставляете. Это новость для меня. Да? Поэтому он пришёл сюда, и поэтому он в таком счастье за кого-нибудь у вас уже выдать замуж наконец-то. Ну, это новость для меня. Честно говоря, я первый раз такое слышу. Почему я не слышу такое в глаза? Я так устала. И как вы посмотрите в лице, как вы изменились прямо. Да. Может быть, про ангела и демона тоже всё не просто так. Почему мне это было не сказать, что я не нуждаюсь в тебе? И не ходи ко мне. За семь лет пальцем до вас не дотронулся. Чего ждала? Семь лет. Он приходил, отбывал каторгу, чтобы с сыном побыть у вас на глазах. Я не знала, что это каторга. Семь лет? Конечно. Зачем? Немилая, нелюбая баба. Есть ребёнок. Это вы чего-то ждали и себя берегли. А для него это было наказание, потому что боялся со своей женщиной любимой мимо вас проехать, что вы его увидите, устроите скандал, позорище вот этого не оберёшься. Я не устраиваю скандал. Никогда. Устраивали? Не устраиваю я скандал. Отпустите сейчас? Он свободен. Да он ещё пять минут назад был не свободен. Вы к нему как к бабе варежке. Вот этот пришёл за меня, вот этот вот, отстаньте от него. Ладно? Я могу попросить того же? Да, конечно. Ой, он мечтает об этом. Оль, я за. Это не значит, что там ты забудешь номер телефона, это не значит, что у нас сына общего не станет. Нет, а зачем? Послушайте, вы в следующий раз встретитесь на свадьбе у сына. Вы со своей женщиной, вы со своим мужчиной на свадьбе. Или когда он получает, будет диплом о высшем образовании. Всё. Вы отдельно, вы друг другу не родственники. Вы друг другу никто. Дайте возможность быть друг другу счастливыми. Оль, как-то всё по-другому получается-то. Ну, хорошо. А тебе Роза понравился? Не, мне Ростислав понравился. Я считаю, вот я Ростика не дам, сразу могу сказать, извиняйте. Он молодой, никого ещё не, детей нет, собственно говоря, никакого этого. Поэтому не надо. У него девушки помоложе есть, пусть без прошлого. Не нужно. Я думал, покорил ты её сердце. Просто разорвался в клочья. Тигр. Муж мешал. Вот муж сидел и мешал. Интересная персона. Двойственная. Родился в день рождения Лермонтова. Да. Поэтому покорите. Вы знаете, меня поразило, что он прочитал вот это стихотворение, адресовав его, соответственно, вам. И задел вот эту тему про ангела и демона, действительно. Потому что за спиной у него чёрная луна, как бы стоит вот всё время. Какие-то коварные ситуации в жизни поджидают, несмотря на то, что он человек авторитетный. Тамара, тыкун адресно прочитал. Да, так вот послушай. Он точно так же, как вы. У него в седьмом доме, что касается брака, у вас свободная позиция, у вас должен быть свободный дом и свободный брак. И у него точно так же. Это человек с другой стороны, такой же, как ваша рыба. Но он гораздо сильнее. Это его скрытая сторона. Понимаете? Я немножечко волнуюсь, потому что вы ошарашили своей красотой. Спасибо. Вы выглядите замечательно. Вас видно, так как я из-за границы, стать русской женщиной. Большие глаза, миловидные черты лица, хорошая фигура. Я надеюсь, что всё у вас в жизни будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Денис, 44 года. Владелец строительного бизнеса. Гордится тем, что построил дом у озера в заповедной зоне Латвии. Мечтает о двоих детях. Денис признаётся, что к своим годам он собрал целую коллекцию ярких романов, но так и не встретил настоящей любви. Надеется, что с Ольгой он создаст крепкие отношения. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Мы вам рады. Вам 44 года. Неужели до этих лет так и не встретили одну единственную большую любовь? Ну, так как я сижу перед вами, получается так, что действительно не то, чтобы я не встречал никого, но вот так, чтобы встретить и остаться, такого не случилось. А цветочки дарить не будете? Нет. Это для красоты. Я не смею перебить, но вообще, если вы позволите, я отвлекусь. А как вы считаете, что мы скажем, не позволим? Ты смотри, это бывший рецидивист. В основном его лицо. Нет, в основном это лицо. Но он конкурент, он получше, чем первый вообще. Это же из 90-х, это бандит, бывший бандит. Ты посмотри на него. Вы сюда пришли действительно с какой-то серьезной все-таки целью? Или... Он вообще на пуле чудес собирался, но там просто уже вариантов не было. В это время мы писали программу, он думает, дай зайду. Ну, вы бредите, Оль. Ну, конечно, серьезно, пришел на программу. Ну, я думаю, ты лучшая кандидатура. Я лучшая? Ты москвич с квартирой, с машиной, с деньгами. Ты знаешь, с другой стороны, сердцу не прикажешь. Последние пять лет я как раз не поддерживаю совершенно ни с кем отношения. Как и вы. И коплю ту энергию, как раз, которую я готов буду подарить и отдать в будущее. Роза, у него Марс в водолее, может быть, ты? А, то есть, значит, вы прямо вот в воздержании. В этом смысле, да. А что, а крышу не сносит? Что пьете? А что, у меня сносит. Вы что пьете, посоветуйте. Я живу в Юрмале, а не в Риге. Этот соленый воздух и шелест сосен умиротворяет. Гуляет, то есть, меня и дает возможность медитировать. Скажите, вас, Юрий, никак не смущает рядом с Ольгой? Меня смущает любой мужчина рядом с женщиной, которая мне нравится. Правильно, молодец. Правильно говорите. Мне кажется, он тускло прожил свою жизнь. Да, тускло и однообразно. Судя по его лицу, у него не было удовольствий в жизни никаких. У вас осталось два бодуса. Семейная тайна и скелет шкафов. Скелет шкафов. Мне кажется, такого мужчины не нужно. Может, не надо? Нет, нет, нет. Надо? Да. Нет, как Юра скажет. Мне теперь всю Россию дружба. Лариса, надо. Ну, ладно. Это что? У меня криминальное прошлое. О, ну я же не говорил, что он бандит. Вот, вот. Я же не говорил, что он бандит. Понимаете? Я бандитов сразу вижу. Это было начало 90-х. Молодость, драка, неуемность характера. Люди оказались в штатском служителе закона. Но положительные характеристики с места учебы, незапятненная репутация и так далее, все дело перевело в административный порядок. То есть и на этом история заканчивается. Денис, покажите сюрприз. Мне кажется, ты в этом свете выглядишь лучше. В свете приключений? У тебя чистая история. У меня чистая история. Нет криминального прошла. Предтеча тем событиям, которые чуть не привели к заключению, была работа в баре. Я бы хотел предложить для вас небольшой коктейльчик здоровья. Для этого мы будем использовать только натуральные соки. Ой, а красиво получается. Вообще в идеале он называется светофор. Я не знаю, получится ли у меня непосредственно сейчас. Все-таки руки, находясь рядом с такой красавицей, немножко подрагиваю. Ага. Молодец. Я предлагаю выпить на Брендершарк. О, на Брендершарк? Да, конечно. Я думаю, он маньяк. Он специально такой сюрприз придумал, чтобы... Ее поцеловать, да? Да. Я тоже прочувствовал, посмотрел, конечно. На мой взгляд, Лариса, персонаж такой... Денис. Да, достаточно сложный. Они чем-то похожи вот в своей вот этой вот ракушке. Экзальтации, вот в такой замороченности, в придумках. Мне кажется, что все-таки сложновато будет... Сложновато, а не наоборот? Просто вряд ли. А тогда кто ей подойдет? Какой? Такой же дурак, как и вы? Ну, как вариант, если... Чувствуется, что она все-таки любит и хочет его. Она, может быть, и готова нырнуть в новые отношения, но новые отношения для нее темный лес. Роза, а тебе-то понравился, нет? Мне, Денис, нравится. Ну, тебе имя, во-первых, нравится. И брейхмахером работал, и архитектором, и дом построил. Ну, любит себя, поэтому детей нет, жены нет. Так приятно смотреть, вообще все так манерно. Ну, что вы в этой жизни видели? Ничего. Вот хоть посмотрите, как люди живут. Тамара, а тебе Денис? Денис, конечно, лев. Я бы сказала, у него все время противоречие. Вот между свободой, которая ему нужна, очень сильно нужна, и между желанием найти свой идеал. Знакомьтесь с третьим женихом. Удачи. Спасибо. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер. Я слышал, что вы хотели поехать в Америку, я краса оттуда. О, спасибо. Михаил, 48 лет. Автодилер. Увлекается мотоциклами, играет на контрабасе и гитаре. Любит путешествовать дикарем. Гордится заработанным благосостоянием. Признается, что живет в свое удовольствие. Предупреждает, что не расстанется со своей музыкальной группой. На протяжении 20 лет жил с супругой в Америке. Но с каждым годом стал убеждаться в том, что ему все больше хочется сбежать и от жены, и из страны. Надеется, что с Ольгой ему будет комфортно. Здравствуйте, братишки. Это, конечно, надо быть очень уверенным в себе, чтобы вот с такой брателой-то явиться на сватовство. А у брателы просто все хорошо, поэтому... А не важно, что хорошо. Здрасте. Как будто мы косяка даем только на тех, у кого плохо. Мы смотрим, у кого хорошо. Смотри, приехал из Америки и перевез с собой Эллиса Пресли. Живого просто. Только в молодости. Ну, это же смешно. Миш, как вы в Америке оказались? Ну, мне тогда увезла мама в 90-х годах. А уехал у нас с женой или? Нет, один. С женой я познакомился в Москве. Потом вызвал ее туда. Через год, да. А ты длино учишься. Детей сознательно не хотели рожать? Ну, как мы родили через 8 лет. Взрослый ребенок? Ребенка-то 17 лет. Видно, что человек отягощен пребыванием за границей, немножечко смотрит на ситуацию со стороны. Непонятно, заинтересован он невестей или нет. Уренька, а я вот все-таки выпустила момент-то. Нам бедный нужен или все-таки с деньгами мужчина? Ну, потому что еще годок, и вот Юрасик уже не будет ничего вам давать. Просто нужен нормальный, адекватный мужчина, который будет мне все в глаза говорить, а не за глаза кому-то. Ну, Оля, добавь, что не сантехник. В любом случае человек должен быть не голодный. Да, то есть обеспеченный. А образования у вас нет? Вы работаете риэлтором? Да. Какая зарплата? Ну, я не могу конкретно. Маленькая, съемная квартира. Нет, я снимаю побольше, потому что... Ну, я поняла бы этот... А откуда такие аппетиты-то? Какие аппетиты? Ну, большие, нет. Вот у меня девчонки молодые, без детей, без всего. А ты к чему это? У нас же не нищеброд сидит, у Миши. Да, вот я смотрю, и забыли, они испугались. За свои деньги, а Мишка правильно живу, как хочу, потому что сработало. Так у него хорошо все. Хорошо, но он говорит, любите мой ансамбль. И я буду любить его ансамбль. А, Миш, а свадьба будешь играть? То есть прямо официально? Ну, в 48 лет. Нет, это не обязательно, может так. Ну, а у нас она ни разу не была. Если захочешь, можешь играть. Слова до сих пор у меня в ушах звенят. Думаю, зачем я? Лучше я бы оглохла тогда на это ухо. А что я сказала? Ты сказала, говорит, четыре раза замуж выходила, а платья-то свадебного не было. У меня нет. Вот, а я вот, я с дурой взяла и себе это, свадебное платье. А наша невеста ни разу платье не одевала. Я тоже ни разу. Что же мне теперь говорить, Валер, возьми меня, хотя бы понарошке замуж. Я у тебя в индейское... Ну, все-таки должна быть индейское лето. Можно, если захочешь, конечно. Как ты думаешь, достойная кандидатура? Ну, я считаю, нет недостойных конкурентов. И никогда нельзя недооценивать противника. Скажите, пожалуйста, вам нравится, Ольга? Ничего не пугает? Нет, сама. Круто. И мне вы нравитесь. Хотите узнать семейную традицию? Это единственный бонус, который остался? Есть такая? Да. Раз в год. Обычный. 31 декабря. По старинной традиции мы делаем... Я делаю. Рецепт, который передавался от дедушки, от папы, от мамы. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Это фаршированная рыба. Да ладно. Карп, который фаршируется сам собой. Да ладно. Вы принесли сырую рыбу нам. Я буду сегодня вечером делать... А-а-а, я думал, уже готова и думаю, а где вилки, ножи и салфетки? Да. А хорошо. Я могу приготовить это для невестки. А булочку в молоке или мацу? Нет, без этого, да. Без мацы и без булки? Без булки даже? Ну как, в желе. Она фарширована. Да? Хорошо, покажите тогда сюрприз уже. Рыба имеет замечательный запах, то есть интересно, как это все будет происходить. Ой, как Валерка понравилась. Господи, неужели у меня больше ни одного индейца в жизни не случится? Только его не Валерка, а Мишка зовут. Мишка – это жених, а Валерка – это индейец. И понравился мне не жених, а индейец. Понятно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И выставить джабу, это что, нормально? Да, у меня еще была одна просьба. Хотелось бы поговорить с бывшим мужем. В нашей помощи. Какая? Молодец, Валерка, пускаешься. Валер, сколько тебе лет, скажи, пожалуйста. Мне 33. Дети есть? Есть. Сколько? Двое. Я вот думаю, вот если бы мне было бы 35, у Хохоталова просто как смородина. Без проблем? Есть. Слушай, ну какие проблемы будут? То есть не можешь не обижаться, ничего, да? Ну, если нормальный человек. Хорошие руки. Хорошие, добрые руки. Конечно. И не обижать. Если не будет обижать, так вообще без проблем. Мы музыканты, мы не обижаемся. Да я вижу и по сюрпризу, и по разговору, вижу, что люди очень адекватные, люди нормальные. И если сложится у вас все с Ольгой, буду рад. Она, в общем-то, сама держит себя возле меня, и мне не дает нормально жить. Спасибо большое. А я помогаю просто. И все, пока мы вместе. Приятно, мы познакомимся. Мне тоже. Живой вышел, смотри. Заберет, не знаете? Хочет. Хочет забрать. Слава тебе, Господи. А что с настроением, Оль? Что за губки так поджала? Да нет, все нормально. Точно? Да. Как-то уже не то настроение, я смотрю. Понравился Миша? Очень интересный мужчина. Ну, для того, чтобы... Главное, тебе она понравилась? Да, мне понравилась, она моложе. Если она не будет общаться с мужем и с бывшими детьми, то для меня это устраивает. Роза. Не, Миша, мне понравилось, я бы тоже вот, ну, есть что, я прям, ребят, берите, я тоже вот так сидеть буду у вас на этой штуке и так, ножками так дрыгать, в общем-то. Зачем тебе, бабуль? Ну, зачем это? Это если будут ремик, шипокляк, старухе снимать мультика, себя срисует, вот как ты там сидела на контрабасе. Персонаж интересный, ему нужна верная подруга, постоянная. Вы, например, можете пойти в вагоне в воду и заниматься делом человека. А Ольга может с такой же страстью переключиться с Юрасика на другого мужчину? Абсолютно, да, слава Богу. Совершенно верно, можете ведь. То есть это не пограничное. Плюс ко всему я хочу сказать, что вот вам лично, что то, что сейчас вам приносит неприятности, через полгода обернется для вас удачей и вполне возможно в следующем году будет брак. У вас есть возможность сейчас посовещаться. Если вы еще отношения так наколены, вы можете общаться, Юр, поэтому можете Ольге кого-то посоветовать. Я сама приму решение. Вы даете слово? Заживете? Я заживу. Я, конечно, такой большой, ну не геморрой, конечно, это грубо, я такую большую проблему сейчас в виде вас. С одной стороны и страшусь рекомендовать кому-то жениху, а с другой стороны верю Тамаре, потому что Тамара говорит, что вы с такой же страстностью можете переключиться на другого мужчину. Ну кому нужна вот такая любовь, душегубка? Давайте дышать людям, слушайте. Не, вот посмотри, один из Америки, второй из ЗЭК. Ты самая лучшая кандидатура. Да. Ольга, в любом случае, кого бы вы не выбрали, что бы вы сейчас ни сделали, мы вас поддержим, мы на вашей стороне, поэтому проходите, делайте, что хотите. Удачно. 37 лет все-таки, ну знаешь, взрослый, дядька, ну хочется, наверное, уже чего-то такого стабильного, да? Хочется гармонии, счастья, и хочется уверенности, и хочется спокойствия, хочется большой семьи. Любовь-то, когда люди смотрят не друг на друга, а в одну сторону. Я приглашаю всех выйти и поддержать Ольгу. Спасибо. Я рада, что сделал правильный выбор. Спасибо. У нас есть пара Ольга и Михаил. Если вы одиноки, или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, поженимся. Удачи. 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 Продолжение следует...